МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За океаном Зеленский в очередной раз активно размахивает планом, раздает очередные пустые обещания, что он значительно усилит страну и обеспечит полную перемогу на всех фронтах. Что за план? И неужто Владимире проснулся тактики СРЭТЭК? И спустя время весь восточный мир будет трепетать перед его гением. В Соединенных Штатах Украина представит свой план победы, и президент США первым увидит его полностью. У Америки есть необходимые силы, чтобы обеспечить вместе с Украиной и нашими союзниками, и партнерами то, чего мы хотим больше всего. Для ответа на этот вопрос отправимся не в русскоязычные новости, а прямиком в жерло демократической и свободной прессы. Итак, информация от The Times. В победоносном плане 4 главных пункта. Гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, аналогичный пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО. Продолжение операции ВСУ в Курской области. Запрос о специфическом современном оружии и международная финансовая помощь Украине. Это о безопасности, это о геополитическом месте для Украины, это об очень сильной военной поддержке, доступной для нас, и о том, что мы должны быть свободны в использовании той или иной помощи. Это об экономической поддержке. Дипломатические решения, они хороши, когда вы сильны, иначе Путин даже не будет принимать участие в этом. Я думаю, иначе они не будут заинтересованы в любых условиях окончания войны. А разговоров-то было, и чем этот план отличается от обычных «дай» Зеленского, когда тот просит оружие, желательно какую-нибудь звезду смерти, чтобы стереть с лица земли всех неугодных, разрешение на дальнобойные удары, чтобы кошмарить мирных жителей с утроенной агрессией, денег, очень много, много денег, как можно больше, и вступление в НАТО и ЕС. Выглядит так, будто Зеленский просто упаковал все свои хотелки в один документ и гордо обозвал его планом. Сумбур на паперти, как и все предыдущие политические заявления так называемого политика. Это было так сюрреалистично, что Владимир Зеленский приехал сюда и выразил свою благодарность и поддержку за усилия, которые мы здесь предпринимаем. Это было за гранью, это было покалывание в спине, ощущение, которое я вряд ли когда-либо испытывал. И от того, что это признание нашей тяжелой работы, и от того, что Украина сейчас наносит ответный удар русским с восточной стороны. Ясно одно, выпросит вооружение он точно. И вне зависимости от объемов, применять его будет по России. Ну а взамен получит команду ФАС. Снижать возраст мобилизации и бросать больше детей на фронт с билетом в один конец. Кстати, дальнобойные удары с территории Украины вглубь Российской Федерации о чем так яро мечтает, давно не президент Украины, пока не разрешены. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украину. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. Миротворец Зеленский заявил, что Украина защитила Соединенные Штаты от тотальной войны с Россией. Естественно, он не назвал ни одной причиной такого нападения России, зато... «И я считаю, что мы защитили Америку от тотальной войны», сказал он. Перефразирую. «Я вместо переговоров с Россией отдал ей на растерзание всю страну, лишь бы у вас, господ Заморский, было все хорошо». Кажется, человек все больше теряет связь с реальностью, упиваясь какими-то вымышленными достижениями в угоду заокеанских хозяев. Лучше всех охарактеризовал визитера из Незалежной Трамп, который, в отличие от демократов, умеет читать деньги. Зеленский – лучший торгаш в истории. «Я вижу, что Зеленский здесь. Я считаю Зеленского лучшим продавцом в истории. Каждый раз, когда он приезжает в страну, он увозит с собой 60 миллиардов долларов. Он хочет, чтобы они выиграли выборы. Но я собираюсь все делать по-другому. Я добьюсь мира». Конечно, Гольфис тоже порядком лукавит и использует политическую браваду как важный инструмент президентской гонки. Но очевидно, что карманы нацистов изрядно опустеют, если Дональд таки все-таки ворвется в Белый дом в качестве хозяина. Ну, хотя бы потому, что никто не станет платить деньги тем, кто хотел лишить тебя уха. А без доли везения и головы. Правда ведь? Ну, а пока Зеленский распинался в попытках доказать свою правопригодность в уничтожении славян перед Белым домом, базу для психиатрии снова выдал генсек НАТО. К слову, полномочия которого истекают 1 октября. Чем больше вооружения НАТО дает Украине, тем больше уверенности в том, что Альянс сможет добиться мира. Да-да, господин Столтенберг, чем сильнее вы поливаете косер бензином, тем больше уверенности, что он потухнет. Это именно так и работает. Мира на земле от этого станет больше. Украина нуждается в большей военной поддержке уже сейчас. Самым быстрым путем для завершения этой войны является предоставление оружия для Украины. Президент Путин должен осознать, что он не сможет победить на поле боя, принять условия справедливого и длительного мира, и тот факт, что Украина является суверенным и независимым государством. Я призвал всех союзников продолжать боевую поддержку, особенно во время этой тяжелой фазы войны. Ну а напоследок расскажу вам анекдот. Американцы наградили Зеленского золотой тарелкой. Организаторы премии объявили, что так отмечают вклад украинского политика в развитие человечества. Это же не анекдот, а реальная новость. Анекдот в том, что под человечеством стоит понимать США. Под вкладом подъем американского ВПК, ликвидацию Германии как главного европейского конкурента и, конечно же, ресурсы Украины, которые обязаны перекочевать в американские руки-загребуки. Ну а на самой тарелке лежат жизни украинцев, принесенные в жертву демократии. Так может, вручите этому лидеру и Нобелевскую премию мира? Повеселите народ. Желательно тоже в форме тарелки, ведь это очень символично. Редактор субтитров А.Семкин